В российские здравницы путевки нужного профиля при наличии соответствующих показаний детям-инвалидам предоставляются бесплатно. Рассматриваются следующие возможные варианты отправки детей на лечение, профилактику, порознь, вместе с родителями либо иными сопровождающими лицами. Данный вопрос регулирует ФЗРФ номер 178 от 17 июля 1999 года о государственной соцпомощи. ФЗРФ номер 334 от 8 декабря 2010 года о бюджете Фонда соцстрахования РФ. Распоряжение Минздравсоцразвития РФ номер 138 Н от 27 марта 2009 года о распределении путевок направлений больных в российские здравницы. Распоряжение Минздравсоцразвития РФ номер 256 от 22 ноября 2004 года. Медицинский отбор, отправка детей на прохождение лечения. Важно! Здравница подбирается в зависимости от объективных показателей состояния здоровья больного и предписаний медиков. Фактически это может быть любое курортно-санаторное учреждение, которое подходит ребенку по профилю заболевания. Срок предоставляемой путевки может быть разным. Приказ Минздравсоцразвития РФ номер 328 от 29 декабря 2004 года. Категория получателей путевки стандартные сроки пребывания в здравнице дети из числа граждан, пользующихся правом на соцпомощь, набор соцуслуг, 18 дней, дети инвалида 21 день, инвалиды с крайне тяжелыми заболеваниями, 24-42 дня рядовые. Граждане, пользователи стандартного набора соцуслуг, чаще всего отдыхают на платной основе 2,5 недели. Читайте также статью «Выплаты и льготы детям-инвалидам». Порядок выдачи санаторных путевок детям-инвалидам и их родителям. Направление детей-инвалидов и их родителей для лечения либо реабилитации производится общим порядком. Путевки оформляются при наличии оснований на детей от 4 лет. Направление в здравнице, которое находится в ведении Минзорсоцразвития РФ и РАМ, оформляется при обращении граждан через поликлинику по месту жительства и собственно уполномоченным департаментом данного министерства. Условная схема оформления путевки через Минзорсоцразвития РФ, краткие пояснения прохождения медицинского отбора в местной поликлинике, медобследование производится тогда, когда необходимо направление и врачебные рекомендации. Осмотр производится в поликлинике по месту жительства ребенка. По итогам обследования делается заключение, которое подшивается к медкарте больного. Далее лечащий врач оформляет справку формата 070, у 04, данный бланк введен распоряжением Минздрава РФ номер 834Н от 15 декабря 2014 года, подготовка документов для оформления путевки потребуется оформленная поликлиникой типовая медсправка с рекомендациями. Врача, а также ксерокопии, паспорта и новоудостоверяющего документа заявителя, документы об инвалидности, свидетельство о рождении ребенка – это базовый пакет обязательной документации. Также могут понадобиться документ об установлении попечительства, опекунства, об усыновлении и т.д. оформлении и выдаче путевки. Собранные документы подаются в соответствующий департамент Минжравсоцразвития РФ, который согласовывает лечение с курортно-санаторным учреждением. Заявку рекомендуется подавать не ранее, чем за полгода до выезда, по итогам согласования за 10-дневный срок. Могут приниматься следующие решения – выдать путевку, отказать в ее выдаче, продлить срок пребывания, если есть соответствующие. Показания. При положительном решении заявителю оформляют путевку. Далее на ее основании местной поликлиникой выдается санаторно-курортная карта формата номер 072У04. Заявление пишется произвольно, но с соблюдением требований, обозначенных надлежащим приложением к приказу Минжравсоцразвития РФ номер 138Н. Итак, данное письменное обращение должно содержать полные сведения о заявителе, как ТФО, адрес проживания, пребывания, контактный телефон, паспорт, вид иного предъявляемого удостоверяющего документа с положенными реквизитами, номер серия, кем когда выдан. Если интересы заявителя представляет законный представитель, то в заявлении прописываются аналогичные личные данные уполномоченного представителя. Заявление датируется и подписывается лично заявителем. Услуги субъектов РФ. Санаторное лечение, реабилитация, по путевке мать и дитя. Льготирование в отношении выдачи путевок для лечения, профилактики реабилитации регулируется и на региональном уровне. Для детей-инвалидов и малоимущих семей, к примеру, полагается оплата дороги в курортно-санаторное учреждение и обратно. Большинство субъектов РФ предлагают свои услуги по выдаче путевок. Так, Минздрав Якутии предоставляет возможность подать заявку на санаторное лечение, реабилитацию детей элит старше 18 лет, по путевке мать и дитя. Услуга оказывается бесплатна при личном обращении граждан, а также при подаче документов и заявления через представителя, курьера, либо посредством почтового отправления. Путевка предназначена для совместной поездки в здравницу матери и ребенка, часто болеющего, имеющего хроническое заболевание либо инвалида. Порядок обращения тот же. Составляется заявление аналогично выше описанному варианту. К нему приобщаются по большей части типичные для подобной ситуации документы. Паспорт заявителя, медсправка по форме номер 070, у 04, медполис, справка об инвалидности, страховое свидетельство, письменное согласие на переработку представленных. Сведений. Оформлением занимаются также органы соцсчета и территориальные органы ФССРФ. Поэтому обратиться можно и к ним. Отказ может последовать из-за расхождения в представленных данных, несоответствия документов требованиям действующего регламента. Соответственно, если путевок на момент обращения нет вообще, то заявителю тоже откажут. Портал госуслуги. Порядок прибытия больного на лечение и возвращение из здравницы. Таким образом, до отъезда ребенка на руках должна быть путевка, санаторно-курортная карта, медполис, результаты сделанного в поликлинике анализа на энтеробиоз, заключение от дерматолога, педиатра, эпидемиолога. По прибытии в здравницу предъявляются прежде всего путевка и карта. Если действующим порядком предусмотрено что-то еще, то представляются еще и дополнительные документы. На прибывших граждан заводится санаторная книжка. В ней записывается диагноз, назначенный ребенку процедуры. После завершения лечения ее подписывает руководитель здравницы, далее при выписке книжку передают родителю ребенка сопроводителю. Пройдя лечебный профилактический курс, больной возвращается домой. Здравница, где он пребывал, выдает родителю ребенка, либо сопровождающему лицу, установленным порядком обратный талон санаторной карты. Данный талон передается в местную поликлинику, где ребенок проходил обследование. Талон прикладывается к медкарте больного. Ошибки при использовании санаторной путевки. Ошибка 1. Многие граждане ошибочно считают, что если положенная путевка в здравницу выдана, но использовать ее нет возможности, то за нее всегда можно получить денежную компенсацию. Такая практика действительно существует. И многим категориям льготников компенсации выплачивают. Что касается детей-инвалидов, то тут ситуация иная. Если путевка на руки для ребенка уже получена, но использоваться не будет, то от нее можно отказаться и вернуть. Возврат осуществляется за 7 дней до предполагаемого заезда. Ее стоимость здесь не выплачивается, не компенсируется. К сведению, компенсацию выплачивают в схожих ситуациях ветеранам и инвалидам ВОВ, инвалидам всех групп. Для этого нужно отказаться от путевки и написать соответствующее заявление с просьбой о компенсирующей выплате. Читайте также статью «Пенсия по инвалидности второй группы в 2020». Пример 1. Образец типичного заявления о направлении на прохождение лечения в одной из российских здравниц. Вариант заявления, которое требуется подать в Министерство здравоохранения, может быть следующим. Как предписывает Минздор соцразвития РФ, распоряжение номер 138Н, предложенный бланк предполагает внесение следующей информации. Реквизиты адресата Министерства, персональные данные заявителя, просьбу направить на лечение в конкретную. Здравницу. Информацию о прилагаемой документации. Датировку и подпись. Образец заявления ответа на часто задаваемые вопросы. Вопрос номер 1. Могут ли отказать, не предоставить путевку инвалиду и когда? Фактически такое возможно, хоть и в исключительных случаях. Например, когда имеются противопоказания для санаторного лечения. Если путевок в заявленную здравницу нет, либо их нет на конкретный период из-за большого наплыва отдыхающих. Об отказе обязательно сообщают заявителю с указанием причины. Если в профильной здравнице мест нет, то выдачу путевки могут отложить, а претендента включить в список ожидающих. Вопрос номер 2. Сколько времени действительно медсправка образца 070 у 04, выдаваемая для получения санаторной путевки? До 6 месяцев. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Пока!